Всем привет! Что же, пришло время спуститься на самые нижние уровни айсберга русскоязычного лост-медиа. Теперь нас ждут самые удивительные и необычные вещи из того, что нашло руссообщество Лост-Медиа Вики. Погружаемся на самое дно и смотрим, кто же там обитает. И ближе всего к поверхности нас встречает пчёлка Зум-Зум. Некоторые почему-то так называют мемную картинку с пчелой из деревни дураков, подходящую для того, чтобы показать мое лицо, когда в тренды ютуба выходят видео по SCP от Влада А4. Но нашлось несколько человек, которые рассказали, что вроде бы видели по телевизору отдельное шоу про похожую кукольную пчелу. И по их сообщениям и воспоминаниям получилось, что это мультфильм 70-х годов. Одну из республик СССР, где пчёлка по имени Зум-Зум борется со злым волком. Обсуждение потерянного фильма то появляются, то исчезают. В них люди добавляют всё новые подробности. В интернете появилось уже несколько песен из этого мультфильма и различные детали сюжета. Но никаких следов существования в реальности такого произведения так найдено и не было. Возможно, это очередной случай из серии тех, когда множество людей начинают вспоминать никогда не существовавшее произведение. Такое уже было не раз. Хотя, если мультфильмы правда найдут, это будет забавно. Ещё одна коллективная фантазия – это фильм «НТ-54». Это якобы снятый в 1925 году детектив-произобретателя, создавшего самолётный двигатель. В интернете можно найти информацию о том, что фильм был запрещён. Но более детальное изучение связанных фактов открывает множество несостыковок. Например, картинка, выдаваемая за кадр из фильма, это на самом деле созданная французским дизайнером Малли Стивенсоном декорация для другого фильма 20-х годов. Постер которого вы можете видеть на экране. Более того, кадры с якобы «НТ-54» – это просто обрезанные кадры с того самого французского фильма. Также на одном сайте упоминается некое постановление о запрете ленты. Оно называется «Постановление СНК РСФСР» об основных директивах по составлению пятилетнего плана развития кинодела в РСФСР от 12 августа 1928 года. Вот только проблема в том, что такого постановления, кроме этого сайта, нигде нет. Оно нигде больше не упоминается и не цитируется. Его нет ни в одном списке постановлений Совета Народных Комиссаров. То есть, скорее всего, этого фильма просто никогда не было. Рядом с эфемерной пчелой и никогда не существовавшим запрещенным фильмом плавает кое-что более реальное – фильм 1911 года «Запорожская сечь». В этом году Южно-Русское синематографическое общество «Братьев Пате» снимает фильм про битву татаро-казаков. И судя по сохранившимся данным, это был масштабный исторический фильм, в съемках которого было задействовано около четырех сотен человек, множество пушек и речных кораблей. В процессе съемок была сооружена целая деревня, служившая декорациями. А сам фильм считается первым, созданным на территории Украины. Представители общества, снявшего фильм, путешествовали по всей Российской империи и показывали свое творение, известно о 20 копиях фильма, которые они возили с собой. Несмотря на это, все, что удалось найти, это четыре отдельных кадра в киноархивах и описание процесса съемки в нескольких газетах и журналах того времени. Так что поиски продолжаются. Еще одно название, связанное с Украиной – это «Сказка с дедом Панасом». Это детское шоу, выходившее с 1962 по 1986 год. В нем, собственно, дед Панас рассказывает народные сказки. Как я понял, в айсберге утерянного медиа это название находится потому, что дед Панас шел в прямом эфире, и не все выпуски сохранились в записанном виде. Хотя это немного странная причина помещать эту передачу на такой уровень, а может быть дело еще в том, что ходит такая байка, как актер, игравший роль деда Панаса, начал прямой эфир в стельку пьяный и закончил детскую сказку забористой матерной фразой, которая стала настолько популярной, что даже вошла в большой словарь Мата. Записи именно этого эфира, конечно же, не сохранились. Да и вообще, было ли такое событие, или это очередная байка, непонятно. По ту сторону, это фильм ужасов, снятый в Якутии. И в нем герои на чердаке дома находят старое зеркало и освобождают таким образом спавшие в нем мистические силы. Премьера ленты должна была состояться в 2008 году, но фильм так и не увидел свет. Ходит такая история, что когда один из актеров посмотрел фильм, он пришел в ужас от сцены собственной смерти и настоял на том, чтобы она не была показана, поэтому фильм отменили. Затем, правда, стало известно, что фильм не вышел, потому что финальная его версия была утеряна из-за поломки компьютера, на котором производился монтаж, а история про боязливого актера была придумана позже. Недавно фильм был найден стараниями уже знакомой нам группы From Outer Space. Ребята из этого сообщества нашли близкую к завершению версию фильма, которая хоть и выглядит как что-то недоработанное, но вполне дает представление о том, какой была бы финальная версия. Очень даже стоит посмотреть, хотя бы потому, что это якутский фильм ужасов. Думаю, все помнят, как завирусилось выступление Эдуарда Хиля, которому интернет дал имя «Мистер Трололо». В этой песне, состоящей из отдельных звуков, люди услышали «Трололо» и «Ололо», что всех знатно повеселило. Но мало кто знает, что у песни изначально был текст. И, кстати, в отличие от фильма НТ-54, это настоящий пример советской цензуры. Дело в том, что поначалу предполагалось, что текст у песни будет, и это должен был быть целый рассказ о ковбое, который рад тому, что возвращается домой. Текст с положительным образом американского героя советский цензор не пропустил, так что пришлось петь просто отдельные звуки. Впрочем, у этого оказалась внезапная положительная страна, ведь песня без текста звучала необычно, и при этом оказалась понятна людям всех стран. И Эдуард Хиль еще в те времена путешествовал с ней по всей Европе, что было огромным успехом для артиста из Советского Союза. Кстати, забавный факт. Костюм, в котором он исполнял свою песню в том самом знаменитом видео, был купленным во времена гастролей в Швеции. Но по сей день остается вопрос, какой же изначальный полный текст этой песни, и чем он так разозлил цензора. К сожалению, текст песни целиком никогда никто не публиковал, а сам Эдуард Хиль уже умер и унес эту тайну с собой в могилу. Даже странно, что при его жизни никто так и не задал ему этот вопрос. Что же, пора вернуться к расследованиям сообщества Lost Media. В июне 2021 года в Дискорде этого сообщества один пользователь упомянул сериал, выходивший в 97-м, под названием Катавасия. Сразу начались активные поиски, впрочем, так же быстро они и закончились. Ребята связались со сценаристом этого шоу и получили ссылку на скачивание, где было 2,5 часа этого зрелища. Сейчас все загружено на YouTube. В общем, это тот случай, когда надо было просто попросить. И, конечно же, сверкающий зеленый изумруд этого айсберга. Полная версия зеленого слоника продолжительностью 140 минут. Сама Светлана Баскова, снявшая фильм, утверждает, что такой версии нет. Но люди в интернете нашли некоторое количество свидетельств того, что такой фильм может существовать. Кроме того, было найдено несколько кадров, которых нет в нынешней версии фильма. Главное это то, что люди нашли старый пост Светланы, в котором она обещает опубликовать неопубликованные части фильма. Если люди соберут денег на ее новый шедевр. Спойлер. Деньги не были собраны. Из всего найденного материала сообщество сделало вывод, что какие-то неопубликованные сцены зеленого слоника действительно есть. Но, скорее всего, их гораздо меньше, чем предполагает история о 140-минутной версии. Светлана Баскова смотрит на все это и ехидно улыбается. Ну, наверное. И немного из непонятного. Песень купца Калашникова. Это утерянный фильм 1909 года. По поэме Лермонтова, основанный на народных историях. Про драку купца и опричника, которая случилась во времена Ивана Грозного. Я нашел только сам факт, что фильм был последний раз показан в 1913 году. А затем утерян. «Мишки против Юдевича» – это комедия 20-х годов про мальчика-газетчика, попавшего в штаб белогвардейского генерала Юдевича. Фильм пропал, и от него осталось только несколько упоминаний в газетах. А вот «Буранный полустанок» – это фильм по роману «И больше века длится день». Чингиза Айматова, показывающий депрессивную сельскую жизнь в казахстанской пустыне. И это все на фоне улетающих в космос ракет. Фильм доступен в группе ВКонтакте этого автора. Какой-то информации о том, что фильм был утерян, а также о поисках я не встретил. На данный момент его может посмотреть любой желающий. И, наконец, мы дошли до самого нижнего уровня айсберга. Добрались до самого днища. Надеюсь, оно нас не разочарует. Сразу скажу про Царствие Небесное. Это очень странная передача с регионального телевидения, в которой показывались некрологи. Вот, включаете вы телевизор, а там рассказывают про недавно умерших людей. Про нее еще делал подробное видео ютубер Снайкс. Ссылку оставлю в описании. Ну а на этом канале продолжим наше погружение. И, наконец, прикоснемся ко дну. По пути нам встречается Виктор Цой. И его большинство знает как культового музыканта. Но ходит такая легенда, что на телевидении его впервые показали задолго до широкой известности. Виктор Цой закончил ПТУ, получив специальность резчика по дереву. И, предположительно, в 1982 году выходила программа «Монитор», в которой Цоя показывали в качестве талантливого изготовителя деревянных фигурок. Никаких следов такого выпуска этой передачи не нашли. Что вообще странно, учитывая, сколько у музыканта поклонников. Но истории эту выдумали не какие-то анонимусы, а мать музыканта в интервью 2006 года. Так что, правда это или нет, сказать трудно. В том же году в интервью «Новой газете» режиссер Лев Цуцульковский рассказал, что он снял фильм, который был уничтожен приказом секретаря Ленинградского обкома Толстиковым. Фильм назывался «Я шофер такси» и не понравился высокому чиновнику, так как тот посчитал, что там недостаточно уважительно говорят о жертвах блокады Ленинграда. Эта история, судя по всему, правдива. Они также в интервью упоминают Масленников. Ну, не тот, который в доме с привидениями, а тот, который режиссер Шерлока Холмса. Кроме того, например, в книге «Герман или Божий человек» можно найти упоминание того, что Толстиков действительно решал, какие фильмы запретить и какие нет. То есть, эта история скорее правда, чем нет. И в итоге этой истории весь отснятый материал был уничтожен. Ну, а мы никогда не посмотрим эту ленту. А вот что точно миф, так это Дракула 1920 года. И тут дело в том, что в нескольких англоязычных книгах упоминается такой факт, что в 1920 году в России был снят этот фильм. Например, такое упоминание встречается в книге «Famous Monsters» или «Знаменитые монстры». Несмотря на мифический статус этой ленты, пользователи Дискорда Лост Медиа серьезно взялись за проверку существующих слухов и в итоге докопались до истины, что информация о том, что такой фильм снимался, была изначально взята из произведения книги Дракулы, автора Дональда Глута, где не приводится никаких доказательств существования фильма, а просто заявляется, что такой есть. Вот берешь такой, пишешь в книге любой случайный факт, а потом люди будут десятилетиями разбираться, правда это или нет. Еще одна вещь, носящая культовый и вместе с тем полумифический статус, это одна из экранизаций Карлика Носа. Существует легенда о том, что где-то в 80-е годы была снята крайне жуткая вариация этой сказки, которая пугала людей до полусмерти. Согласно легенде, сюжет крутился вокруг внутреннего мира самого Карлика, наполненного ненавистью ко всему окружающему и депрессией. Да и сам Карлик был там какой-то особенно страшный, и нет бы просто решить, что это обычная байка. Искатели видеоредкости снова подошли к делу крайне серьезно. В итоге был найден жутковатый фильм про этого персонажа, в 78-го года, очень похожий на описание. Некоторые люди заявили, что да, это именно то, о чем идет речь. Но есть люди, которые считают, что нет, есть и более страшная версия, и продолжают свои поиски. А вот что точно существовало, так это фильм «Драма в кабаре футуристов номер 13». Это был немой фильм, снятый в 1914 году и показывавшийся до 30-х. От него остался всего один кадр, афиша и несколько упоминаний в газетах. Ну и в нем снимался Маяковский, появившийся в самом конце в образе смерти. Жаль, только фильм не дошел до наших дней. Волшебные лучи и болотный цветок – это фильмы, предположительно снятые в 1917 году. Но больше о них ничего не известно. Лучи часто приводят в пример первого фантастического фильма, созданного в России. Но больше об этих двух лентах сказать нечего. Еще один непонятный фильм – это, возможно, завтра. Это военная лента о том, как храбрые советские солдаты сражаются с фашистами. Казалось бы, обычный военный фильм. Вот только снят он был в 1932 году. Что, учитывая дальнейшие события, несколько меняет дело. Еще интереснее становится, когда узнаешь, что у этого фильма есть прокатное удостоверение, выданное Министерством культуры. То есть, похоже, фильм даже и не пропадал. Просто его существование не особо афишируется. Даже странно, что сообщество ЛастМедиа не занялось поисками этого фильма. Как по мне, это может быть очень интересная находка. Еще одна вещь, связанная с войной в этом айсберге – это запись объявления о ее начале. Зачем тут этот пункт, я так и не понял. Ведь выступление Молотова по радио 22 июня 1941 года вполне себе сохранилось. И его можно послушать. И, конечно же, вот оно. То, за что глаз цеплялся с самого начала. И то, до чего я со своим севшим горлом сегодня с трудом дошел. А суть в том, что в начале 90-х некий Владимир Путин работал помощником Собчака. И в то время эта двоица имела довольно скандальную известность. Но кто знает, о чем речь тот понимает. В 2015 году в продаже появилась редкая видеозапись из тех времен. Там можно увидеть отдых семьи Собчака в Финляндии. И там же в роли гостя присутствует не кто-то, а будущий российский президент. Кассета была изначально выставлена за 20 биткоинов. И была куплена анонимным участником аукциона за неизвестную плату. Позже в сети за несколько биткоинов продавалась электронная копия фильма. Так что сейчас это видео могут посмотреть всего несколько человек на планете. Вот уж реальная редкость. Вот мы и посмотрели весь айсберг утерянного медиа русскоязычного сообщества. Надеюсь, что-то из этого вас удивило и показалось интересным. Кстати, если что-то из этого показалось вам действительно крутым, напишите об этом. Ведь можно будет сделать и более развернутое видео. А пока, всем пока! Ах!